Я долгое время работал во Всероссийской НИИ. Во-вторых, диссертацию кандидатскую я защищал по экологизированной защите плодовых, культур и виноградника. Диссертация у меня была, то есть эту тему я изучил. В-третьих, захотелось это все применить на практике, мои знания. В-третьих, супруга у меня все время наставила, чтобы мы с природой, природа это наша мать, чтобы мы с природой жили, чтобы мы с ней дружили. И вот все эти предпосылки сошлись в одну точку. И мы решили в 2013 году посадить такой сад. Какая площадь была сада? Ну, она есть, она чуть больше трех гектаров, три трига. Неизменная остается, да? Мы заложили еще один сад, новый, молодой, тоже собираемся его, из него сделают органический сад. Ну, он в процессе, он молодой, второго года, посмотрим, что из него получится. Ну, в любом случае, мы заложили уже правильно, отступили там 50 метров до следующего сада, чтобы там не было нанесения там химических препаратов на органический сад. То есть мы тоже заложили, мы еще заложили 7 гектар суперэнгитивного сада. И тоже собираемся из него сделать органический. Как Вы выбирали сорта для органического сада? А вот сорта, да, сорта это... Вот у нас был в крае пример такой, что человек решил заняться органическим садоводством, но сорта не были подобраны. Он уже существующий сад сделал и решил сделать из него органический. Вот он там 3-4 года мучился и бросил это дело, и не смог справиться. Есть сорта, да, вот есть основные две болезни. Большая мучнистая роса, иногда они могут в отдельном году уносить до 100% урожая. А есть сорта специальные иммунные, которые устойчивы к этим болезням, и с ними не нужно так интенсивно бороться. С зрителями бороться надо однозначно, но вот снижается нагрузка на болезни. И вот именно этими сортами мы заложили сад, иммунными сортами. В свое время селекционеры думали, как же справиться с этим бичом, с паршой. И путем скрещивания лицепропных они вытащили из вида яблони малюс флорибунда. Вообще 120 видов яблони есть в природе. 120 видов яблони кавказская, яблони усовийская, яблони манджурская. И только один вид, яблони домашний, мы используем. Яблони домашний, это вид. Все эти десятки тысяч сортов, которые мы используем, это яблони домашние. А вот есть дикие формы, которые мы не используем. И вот из этих селекционеров увидели, что в одном из видов есть устойчивость к парше. И путем скрещивания вытащили оттуда ген и принесли в культурные сорта. И сорт стал устойчивый к парше. Вот такие сорта появились еще в прошлом столетии. Их много, они продолжают появляться, иммунные сорта. Ну, допустим, сорт флорина, он уже известный, все уже знают его. Это иммунный сорт. Либерти, Голд Раш, Моди, новый сорт появился, ну и так далее, и так далее. Прима, Вильям Прайд, это иммунные сорта. И вот именно этими сортами мы заложили этот сад. Сколько всего у вас сортов в этом саду? Ну, вот в этом саду у нас, сейчас даже посчитаю, Прима, это осенний сорт, Либерти, Моди, Флорина, Голд Раш, Интерпресс. Шесть сортов. Шесть сортов у нас в этом саду. Это сад интенсивный, суперинтенсивный? Интенсивный, то есть это не шпалерный сад, схема 5 на 2, тысяча деревьев на гектаре, на среднем рост вам по двое. Вот, интенсивный сад. Суперинтенсивный сад считается, если больше двух с половиной тысяч деревьев на гектаре. Ну, там обязательное устройство шпалеры, капельного вращения, у нас в этом саду нет. А вообще, можно ли сделать органический суперинтенсивный сад? Ну, вот опыта нет. Мы сейчас посадили молодой сад, будем пробовать, но это очень сложно. Тут хоть более-менее, там какая-то проветриваясь есть между деревьев, все-таки. А когда плотная стена будет стоять суперинтенсивно, там будет намного сложнее. Там будет намного сложнее все-таки. Но надо пробовать. Сейчас же садоводство идет к суперинтенсивности, и люди со временем, наверное, только суперинтенсивные сады будут сажать. Поэтому, наверное, надо, чтобы опыт такой был. Так, помимо этого, мы сад сливы 3 гектара переводим в органический. Хотя, как переводим, просто мы начали конверсию с того года. Мы в этом саду, в принципе, он был молодой, мы практически ничем не работали в этом саду сливе. С химическими препаратами. А с того года вообще мы его, мы подали заявочку и переводим его тоже на органический. Для того, чтобы сад признали органическим, нужно 3 года. Наш Росельхозцентр делает соответствующие мероприятия, соответствующие обследования, исследования. И соответствующие нормам и требованиям проверяет. И вот уже мы полтора года прошли. По сливе? Или по яблоням? И по сольм месте. Мы все вместе. И яблоня, и слива. Просто когда мы закладывали сливу, мы не планировали, что он будет органическим. Ну, посмотрели, он находится на территории, где, в принципе, его можно органическим признать. Рядом нет насаждений. Он прямо прилегает к нашей органической яблони. Вот. Сорта, в принципе, у слива нет такой проблемы, как у яблони. Да, он более неприхотливый. Да, да. Поэтому мы прикинули, что сливу можно. И черешня. Рядышком у нас черешня. И мы тоже черешню подали. И черешня. Да, и попробуем. Ну, конечно, в этом году проблема. В этом году с этими дождями мы не смогли защитить. Там лист посыпался. Ну, терпим. Конечно, одна бы обработка химии, и мы бы там... Нам было бы легче, да, скажем так. Ну, вот, терпим. Лист посыпался, ягода тоже мелкая. На вишне там ягода вообще стала мелкая. Ну, как есть, вытерпливаем ситуацию. Думаем, да, терпим. Через еще полтора года сад признают органическим. Только после этого мы сможем получать сертификаты на продукцию органическую. И после этого сможем продавать ее дороже. Специальные магазины. Такая у нас мысль. Вот в том году, в том году, у нас в саду появился такой вредитель, как клоп-кружевница. Он вредит на дубе. На дубе он вредит, он клоп-кружевница. Съел дуб весь и прибросился на нашу яблони. Мы не знали, что с ним делать. И вот где-то в августе месяце, сейчас тоже уже появился он этот вредитель. В августе месяце он начал заселять нашу яблоньку. Сильно при том вредить. И мы не знали, что с ним делать. Мы обрабатывали по два раза в неделю. Искали вот эти вот препараты, которые нам разрешены по этому списку. Ну, ни один из препаратов не брал. Потом мы отыскали один препарат. И в конце августа мы с ним справились. Но дело в том, что было уже поздно. Там чуть ли не 30% листа упало. И в этом году урожая нет. Вот, пожалуйста. Вот тут все. Вот в этом году нет урожая. Вместо там планируемых 30 тонн, мы соберем, может быть, тонну. Вот он, органический сад. Вот экономика. Лист был поврежден. Почка не заложилась на будущий год. Не зацвела. И все. Вот вам и щитовка есть там. Вот на яблоках красные точечки появляются, когда они созревают. Это щитовка калифорнийская. Яблоко сразу становится нестандартным. Не берут его. А с щитовкой, биологическими методами мы справиться пока не можем. Вот вам и сад органический. Думай так, думай так. Жди, когда там счетовка вымерзнет или что-то там как-то. То есть, это очень сложная тема. Пока никакой экономики не видим. Может, когда-то и накроют эту экономику в один год, а мы окупим все. Может быть. Но для этого нужно складывать деньги и терпеть. Немного процента не прилипает. Самое сложное – заменить химические инсектициды, да? Фунгициды как-то проще. Бактерии справляются? С паршой не справляются. С паршой не справляются. Это невозможно. Правильно. Вот мы правильно. Паршу можно решить. Сортом. Подбором сортов. Проблему с паршой можно решить. А вот сурителями, пожалуйста, это вот. Ну, вот вам был результат. В этом вот урожая нету. Мне бы плюнуло на все. Все. Три гектара. Мы потеряли 20 тонн в гектар. 60 тонн. 60 на 40 рублей. 2,5 миллиона. Это квартира однокомнатная. Вот, пожалуйста, каждый год терять по однокомнатной квартире. Ну, вот это терпение. Вот это терпение. Вот и есть органическое садоводство, которое сейчас. Но зато мы отрабатываем методы. Мы получаем уникальный еще опыт. Мы будем потом делиться с этими методами, с другими людьми. То есть вот. Извините, нескромный вопрос. Почему деньгами не рискует государство? Почему это не делают ученые? Делайте вы вот на таких своих, как бы, личных началах. А где система? Ну, вот вышел закон об органическом садоводстве, да? Кто будет рисковать? Как это? Пока эта система налаживается. Кому? Тут будет там с пандемией справиться. С другими вопросами справится государство. Как-то защитить чем-то, как-то людей. А заниматься, наверное, другими вопросами, это как-то, когда все хорошо. Наверное, так. Поэтому и приходится вот энтузиаст. Энтузиастом этим заниматься. Как-то так. Садоводство развивается, садов становится больше. Специалистов не хватает. А специалистов меньше становится. А этим надо отдельно заниматься. Надо обучать людей. Знаний нету. Нету желаний. Так бы сейчас выжить. У садоводства много проблем. Это капиталовая отрасль. Садоводстве бы выжить. Сейчас бы выжить в нем. Садоводстве. А не заниматься вот этим вот поиском чего-то еще на будущее. Это очень сложно. Это на самом деле очень сложно. У меня просто локомотив – это питомниководство. Я продаю, выращиваю, саженцу выращиваю. Она меня прикрывает, питомниководство. А если бы у меня были только сады, я бы не удерживал. Я бы улез в кредиты полностью по уши. И потом все, оттуда бы и не улез бы. То есть метод защиты все-таки есть? Можно как-то снизить химическую нагрузку? Да, кстати. И некоторые хозяйства умные так и делают. Вот приносят им, вот тот же агроном, вот приносят защитник. Вот на гектар у него там выходит, сейчас в последнее время вообще препараты дорогие, там 250 тысяч рублей на гектар выходит. Система защиты. Он говорит, а как мы можем уменьшить? Вот, допустим, там во второй половине лета, когда уже не так, то будет прошла, зачем я буду применять дорогущий препарат, допустим, там Скор, там, или Луннадотранквилити, там, или другой, или Контактник. Лучше я пойду, вон, в битве Агрос ездил и куплю препарат, он намного дешевле, вот. По 100 рублей за литр, 5 литров на литр, 500 рублей. А вы мне предлагаете на гектар там обработать 3000 рублей. Зачем я буду? Лучше за 500 рублей отработаю. Он едет, покупает препарат, когда он спокоен, что в этот период, вот, Паша, не сильно будет выставать. Ну, таким образом можно систему экологизировать, в любом случае. Я понял, что биопрепараты – это сила. Если правильно, эти биопрепараты, правильно им пользоваться, вовремя все делать, именно вовремя, то можно сады все защищать био. И у нас будут прекрасные сады. Представляешь, у нас сады просто подошел, яблоко сорвал, даже мыть не надо, съел. Ну, это же можно, можно. Но это тяжело, это затратно, это долго, нудно. Ну, можно. На биологию все равно выше, чем на биологию. Меньше. На биологию цена меньше. Затраты на химию выше, чем на биологию. Просто смотри, если мы берем биопрепарат, я так понимаю, он дешевле. Но у нас частота обработок больше. Ну, это затраты на солярку, понятно, там, да, это все на рабочих, там, ну, это затрат. Мне кажется, это намного дешевле. Ну, не намного, но дешевле. Но это экологически чистое. Мы не льем в землю это все. Любой препарат, он остаточный отдает в яблоки, да, в груши, там, в сливе, где-то отдает. Если правильно сделать технологию, биотехнологию, это правильно сделать. Мне кажется, на этом году я посмотрел, что это прямо-таки шикарная вещь. В биозащите нужно всегда рисковать. Всегда есть риск, всегда есть риск поражения. Вот. Ну, многие хозяйства просто это себе позволить не могут. Потому что у них вся... Если у меня, допустим, экономика там больше построена на саженцах, я могу там себе позволить вот так вот превращаться. То есть хозяйства, которые вот, ну, не могут этого себе позволить. Поэтому боятся все. Жизнь – это процесс. Когда начинаешь, то не знаешь ничего. Много страха в голове. А когда много страха, то они получаются. Те, которые потом пойдут, у них уже будет знание. А знание откидывает страх. Страшно, когда ты не знаешь. Ну, мы вот идем, осваиваем. Вчера я был директор института. Он говорит, давай разработаем программку. Пускай государство поддерживает эту кухню совместно с институтом. И мы выработаем, допустим, ту же технологию, уже готовую людям, технологию органического сада. Чтобы люди меньше делали ошибок. А когда у них перед ним будет технология, они скажут, о, у нас уже есть. Мы знаем, мы крутые. И когда вот с таким знанием заходишь, уверенностью садоводства, тогда будет легче уже. Тогда все будет по-другому. Почему у меня появилась в саду кружевница и щитовка? Потому что у меня много страха в голове. Я первый туда пошел. И страхи материализуются. Видит, как разных там насекомых. Страхов не будет, будет уверенность, их не будет. Если ко мне сейчас придет человек, который захочет заложить органический сад, и я ему начну рассказывать, как это сделать, он сразу побежит в наш Росельхозцентр. И слава богу, что наш Росельхозцентр наделили возможности сертифицировать эти сады. И с момента закладки он начнет его сертифицировать. Когда сад вступит по отношению, у него уже будет сертификат на четвертый год. И он сразу начнет зарабатывать больше. То есть, надо все делать правильно. Мы с бухты-барахта решили заняться органическим садом. И поэтому устали уже немножечко от этого. Поэтому надо делать все правильно. Во-первых, мы выработаем методы конкретные уже для защиты. Начиная с подбора сортов. Во-первых, они уже будут. Во-вторых, сразу надо бежать за сертификацией. Вот сад на средненосном подвое интенсивный сад. Не суперинтенсивный, а вот как вот у меня. Он на четвертый год уже дает урожай. На пятый год он вступает по отношению. К пятому году уже будет сертификат на сад. Если будет сертификат, он продукции будет. Он в Азбуку вкуса, там в Москву, там или куда-нибудь. Вкусил, там продавать. Трясо дороже, чем обычная продукция. То есть, тут ни в коем случае, никакого не должно быть пессимизма. Надо идти туда. Надо туда идти, но надо идти правильно. Правильно. Вот эти вот шаги, которые... Которые нужно правильно сделать. Мы их расскажем, эти шаги. Вот. На самом деле, у нас уже опыт есть. Не мы так вот сейчас с институтом мы сделаем программку, то они будут уже, это будет система определенная. Как правильно заходить в органическое садоводство, как там зарабатывать. То есть... Ну, мы начали просто. Вот. Мы просто начали. Вот так вот, как обычно в России. Главное вязаться обои, там будет видно, а Наполеон говорил. Вот вязали сбори, но уже знаем, терпим, знаем. Будем с удовольствием делиться информацией с людьми. Мы не жадные. Пожалуйста. Сейчас так и идет. Вот сейчас вот допустим фермери. Некоторым фермерам я уже закладываю сады, между прочим. С подбором сортов, с правильным. Я уже рассказываю, подсказываю. Вот уже мы, в принципе, это садоводство... Органические визы нацелены. Да. Да. Есть вот... Уже есть фермеры, которые закладывают не большее количество органические сады именно. Правильно. Именно иммунными сортами. Изначально. И я рекомендую, чтобы они прям сразу начинали работать с Росохонд-центром и начинали сертифицировать свою продукцию. Появились уже, допустим, уже в этом году, могут уже двум фермерам мы заложили такие сады по моей семье, которые мы отработали в сортовую политику. Да, да, это дело идет. Это в любом случае дело идет. Но вот началось все в Пударе-Поколовском. Вот на нашем садике бедненьком, историческом.